В этом видеоуроке я научу вас читать буквы на арабском языке, чтобы в дальнейшем вы смогли читать Коран в оригинале на арабском языке. Эти уроки настолько легкие, что могут читать даже ваши дети. Просто покажите им этот видеоурок. Итак, начинаем. Здесь я расписал пять букв. Первые пять букв из 28. Это Алиф, это Б, это Т, Ф, Джим. Еще раз, произношение внимательно. Алиф, Б, Т, Ф, не просто С, С, а кончик языка выходит между зубов. И так говоришь букву С, Ф, 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 Джим. Ну, на русском написал Джим, так как у нас в русском языке нету буквы Дж, Дж. Поэтому Джим написал, но произносить ее надо так, Джим, Джим. Возьмем, например, вторую букву Б. Напишем ее три раза. Смотрите. При чтении арабских букв нам нужно брать только первый звук Б. А оставляем. Во всех арабских буквах мы берем только первый ее звук. Если это буква Б, значит нам нужен только первый звук Б. Если это буква Т, то нам нужно взять только первый звук ее Т и так далее. Давайте посмотрим. Есть всего три огласовки. Сейчас это первая такая, первая тема. Огласовки. Бывают на арабских буквах вот такие вот черточки. Их всего три. Это огласовки. Харакя ее еще называют. Это харакя. Фатха. Кясара. Дамма называется. Но сейчас не об этом. Давайте я скажу. Вот это значит звук А. Если сверху. Если снизу буквы такая черточка, это звук И. Специально маленько пишу, чтобы вы запоминали. Потом я его сотру. Это звук У. Все. Вот это А, это И, это У. Всего три огласовки. Теперь, как прочитать? Смотрите. Берем букву Б. При чтении, я же говорил, мы должны взять только первый звук ее. Есть. Теперь нам нужно к Б прибавить звук А. Вот это. Б плюс А равняется Б. И вот первое слово, точнее первая буква будет читаться Б. Теперь сюда посмотрим. Это буква Б. При чтении нам нужен только первый звук. Потом смотрим, какая у него харакя. Какая у него огласовка. У него огласовка И. Значит, Б плюс И равняется... Правильно. Би. Вот здесь мы прочитали. Би. Теперь сюда смотрим. Третья буква. Это буква Б. Вот она из всех, наверное, вот эту похожую. Значит, буква Б. При чтении нам нужен только первый ее звук. Б. Это звук У. Огласовка У. Б плюс У равняется... Правильно. Бу. Значит, Б, Би, Бу. Очень легко читать. Давайте сейчас, к примеру, другую букву возьмем. Давайте, например, возьмем букву Т. Также три раза ее пишем. Сюда приписываю огласовку А, сюда огласовку И, и сюда огласовку У. Теперь давайте попробуем почитать. Первое значит, как вы думаете? Это значит, буква Т, ищем ее Т. При чтении нам нужен только ее первый звук. Это Т. Т плюс А равняется... Правильно. Т. Следующее. Т плюс огласовка... Правильно. И. И равняется... Ти. Т плюс У. Правильно. Ту. Очень легко, очень легко. Нам нужно выучить только, как они выглядят и их название. Алиф, Б, Т, Т, Джим. Потихоньку, потихоньку, каждый день, я думаю, легко можно научиться. По пять букв и в течение недели уже знать весь арабский алфавит. Давайте, к примеру, еще одну букву посмотрим. Ну, возьмем, например, букву Т, которая произносится так глухо, не свистя. Т, С, неправильно, Т, ее название Т, кончик языка выходит, и так говоришь С. Т, вот чашечка и три точки. Пририсовываем к ней. Давайте сейчас в разброс сделаю, вы попробуйте почитать. Вот. Значит, это буква... Ищем ее здесь. Вот она. Это буква Т. При чтении нам нужен только ее первый звук. Т. Вот. Теперь какая-то огласовка снизу. Вспоминайте. Правильно. Огласовка И. Теперь Т плюс И равняется ФИ. 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 Правильно. Идем дальше. Буква Т плюс огласовка У. Т плюс У равняется СУ. Т плюс огласовка А. Правильно. Т плюс А равняется СА. ФИ. СУ. СА. На этом первый урок заканчивается. Смотрите следующий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...